Друзья, всем привет с Краснодарского края! Сегодня я хочу поделиться и сделать обзор моей посылочки с Алиэкспресс. Мы с Олей как-то показывали, мы ездили на Центральную почту в Белореченск. И вот и получил я там посылочку. Заказывал я с Алиэкспресс, с России. Но посылка задержалась, должна была прийти 27-го, а сегодня у нас, считай, уже 9-е. Немного задержали. Хоть я и заказывал с России. С России обычно заказываешь, быстрее идёт. Сейчас я вам покажу, что я заказал. Сейчас распечатаем, настроим. Может кому-то пригодится это видео, как всё это делать. Кто-то в своём доме живёт, тоже это полезная вещь. У кого-то далеко ворота находятся. Сейчас я вам всё покажу и расскажу. Первый раз сам буду её настраивать. Ни разу не настраивал. Настраивал только видеокамеры. А вот такую вещь я никогда не настраивал. Всё, сейчас подвожу камеру поближе и буду вам всё показывать. Сначала я вам покажу на ноутбуке, что я выписал. Вот на сайт заходим AliExpress. Это беспроводной дверной звонок с приложением Tuya. Уличный ещё видеозвонок, как называют его, с Wi-Fi. И вот они, пройдут сами с него, IP65. Батарея, домофон для умного дома, камера для телефона. Стоимость его сейчас 1329, но я заказывал, было 1200. Доллар, евро сейчас растёт. И за это вот такая цена стала. У меня обошёлся он в 1200. Есть белый, есть чёрный. Сейчас приступим к распаковке. Я думаю, вам будет видно. Сейчас разрежем распаковочку. И достанем. Вот такой вот видеоглазок. Я сам первый раз буду настраивать. Так, больше там ничего. Вот, ничего не положили. Такая хорошая упаковочка, жёсткая. Берём пока сюда. Так, это у нас сам звоночек. Работает он на расстоянии. Так, начнём с него, да? У каждого есть блок питания. Подключается к блоку питания. Не надо никакие батарейки. Звук. Ну, я пока вот сюда вставлю. У меня вот здесь такой есть разъём. Здесь тоже есть напряжение. О! Можно мелодию менять. Вот такой лучше поставим, да? Мне кажется, у нас такой же дух. Ну, всё так. Так. Всё. Это уже сразу подключился. Дальше. Сам. Оп. Это было здесь. Вот здесь было. Да, это чтобы не нажималось. Вот так они. Ладно. Вот такой вот. Отрываем плёночку эту защитную. Здесь должен быть датчик движения. Всё это испробуем. Сама камера. Здесь идёт запись, микрофон. Вот здесь динамик. Всё это защищено. Водонепроницаемость написано. ИП-65. Вот так вот. Есть зарядка здесь. Подзаряжать. Здесь должны быть батарейки встроенные. Аккумуляторы. Карта памяти. Сейчас сразу вставлю карту памяти. У меня карта памяти есть на... Так. 32 гига. Попробуем вставить. Вставить. Так. Так. Вот так, наверное. Точно. Всё. Вставляем карту памяти. Смотрите, кто будет вам звонить. Всё будет записываться на карту памяти. Но её надо, если она будет стоять на улице, надо здесь чем-то заклеить. Ну, или так. Можно вот где-то вот так утопить её. Ну, я брал для павильона. Это чтобы Оля, если ушла с павильона, человек подошёл, позвонил, она включает свой смартфон, и всё, по видеосвязи с ним связывается, она видит человека, кто стоит, и с ним разговаривает. Ну, там скажет, я сейчас приду. Всё. О! Вот видите, один раз нажал. О! Приходит сообщение. Ещё раз. Да. Это, наверное, сообщение прошло. Первый раз я нажал. Можешь делать мелодию. Интересная штучка. Ладно. Давай будем дальше разбираться. Так, что там внизу нам положили? Там ещё... Внизу здесь у нас такая площадочка. Дальше идёт скотч двухсторонний. Это приклеивать площадку. Так, площадку приклеили. И это всё одевается. Ну, я там буду по-другому всё. Я буду делать, чтобы не сняли. Всё это... Так, здесь сброс на заводские настройки. Вот так вот. Всё это мы придумаем. Так, это... Одевается и сдвигается вниз. Да, вот так вот. Это можно на двусторонний скотч, можно на шурупы. Всё, всё понятно. Всё ясно. Дальше. Вот такой шнур. Не длинный, коротенький. Идёт в комплекте. Вот такой ключик. Это сбрасывать на заводские настройки. Вот здесь. Применяйте. Это как у смартфонов такие. Так, дальше идёт инструкция. Инструкция у нас. Так. Здесь приложение «Умный дом». Туя. Надо его скачивать на смартфон. Сейчас посмотрим, русский-то есть перевод. Так, как крепить. Так, вот приложение скачать можно через Play Market. Или вот здесь сразу отсканировать его. Так, да. Всё на китайском. Русского нету. Ну, так-то всё понятно. Сейчас будем пробовать. Здесь что у нас? Здесь у нас английский. Хорошо, кто знает английский. Понятно только. Ford, Android, iPhone, телефон. Android, телефон. Ну, всё. Сейчас скачиваем приложение Туя. В первую очередь берём мой телефончик. Так, заходим в Play Market. Ну, можно отсканировать. Ну, и в Play Market зайдём. Набираем. Так, по-английски. Переходим на английский. Набираем. Ту. Так, Туя на русском. Всё. Так, по рейтингу. Так, Туя. Как самоприложение-то выглядит? Значок-то его. Сейчас посмотрим. Да, ничего не понятно. Сейчас. Так, вот. 10 миллионов. Туя. Туя смарт-камера. 1 тысяча. Ну, 10 миллионов где. Так, рекомендуем. Так, вот Туя. Установить. Устанавливаем приложение. Ну, вот, скачалось. Теперь читаем. Принимаем соглашение всё это. Так, политика, Туя. Всё, согласен. Вход с использованием существующей учётной записи. Так, у меня... Так, заходим. Существует Россия. Так, введите свой аккаунт. У меня здесь нет аккаунта. Значит, выходим. Создать новую учётную запись. Россия. Вводим свою электронную почту. Я ввожу свою электронную почту. Так, получить. Так, сейчас придёт. Автоматически подставлять. Ждём ответа. Всё, вставил я код. Теперь придумаем пароль. Сейчас я вставлю пароль. И вам покажу дальше. Всё, я придумал пароль. Вы тоже придумайте сложный какой-нибудь пароль. Дальше пишет. Так, сервисная обслуживание. Деятельность по улучшению. Зарешите нам сбор данных, связанных с использованием продукта. При отказе дать разрешение, основные функции будут по-прежнему доступны. Так, обслуживать не надо, наверное. Или так, сервисная. Значит, нам сбор данных, связанных с использованием продукта. Разрешить. Перейти. Добавить устройство. Так. Так, так. Приложение SmartLabs. Вопросы, следующее разрешение. Мы гарантируем специальность местоположения. Так, надо. Так, при использовании. Дальше выбираем. Здесь очень много всяких. Это же умный дом. Добавить вручную. Так, так. Мы выбираем. Тут розетки не надо. Камера, замок. Так, нам нужен видеоглазок. Так, освещение. Камера и замок. Ну-ка. Идет. Так, камера. Камера. Сейчас вот добавляется устройство. Вот, смотрите. Видите, идет так. Синенькая. Кругляшок уже на пополовину заполнился. Ждем. Выбираем. Включить устройство. Видите, что индикатор быстро мигает или раздается. Звуковой. Пока ничего у нас не мигает. Я первый раз настраиваю этот видеозвонок. Оказывается, здесь. Вот где индикатор должен моргать. Вот в этой. Вот в этом устройстве. Так, включаем. Вот он там, оказывается. Его так плохо видно. Такой красненький. Вот так поставим. Как раз будет темно. Дальше идем. Идем. Сброс устройства с шаг за шагом. Первое. Включите устройство. Включили. Вперед. Дальше. Удержив кнопку сброса в течение 5 секунд, камера начнет процесс сброса. Так, это значит. Берем к заводским настройкам. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Все. До заводских настроек сбросили. Удержив кнопку сброса в течение 5 секунд, камера начнет процесс сброса. Все. Дальше. Вперед. После сброса камеры индикатор будет быстро мигать. Да, мигал он. Ну, сейчас пока мигал, но видел я. Так, следующий шаг. Ставим вот здесь. Так. Вводим пароль от вашего Wi-Fi. Все. Сейчас я ввожу. Итак, я ввел пароль от своего домашнего Wi-Fi. Все. Далее. Сейчас, услышав звуковой сигнал, надо поднести камеру. И услышать звуковой сигнал. Услышали звуковой сигнал. И ждите подключения устройства. Где-то 2 минуты надо ждать. Если будете выбирать, должно быть написано не там дверной видеоглазок, а интеллектуальный дверной звонок. Вот, успешно добавлено. Теперь завершение. Уведомление. Это устройство является охранным устройством с уведомлением. О тревоге. Чтобы убедиться, что вы получили уведомление, пожалуйста, нажмите кнопку тест. Чтобы проверить, включили ли вы соответствующее разрешение. Все. Тест. Включаем. Автозапуск. Да, автозапуск я включил. Сразу там все разрешения даете ему. Следующий шаг. Аккумулятор. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей инструкцией. И включите использование батареи в соответствии с вашим брендом телефона. У меня Xiaomi. Да. Так, включено все. Так, так. Все здесь сделано. Создание зашифрованного канала идет. Надо везде ждать. Но я местами же отключаюсь, чтобы не ждать вам. Долго. Там бывает по две минуты ждешь. И так не дольше создать зашифрованного канала. Нажмите, чтобы повторить. Повторяем. Друзья, ну все, создался канал. Вот, смотрите. Вот так вот показывает камера. Вот. Видите? Чисто, все видно. Отлично. Вот. Сейчас мы... Так, она сейчас... Должна у ней тут стоять датчик движения. Все, сейчас мы немножко затихнем. А потом я вам покажу. Сейчас мы выйдем. Так, какой экран? Так, тут все настройки. Так, звук есть. Давай звук проверим. Давай звук проверим. Вот. Вот такой звук там. Так, если мы позвоним. Смотрите. Видите? Приходит. Все, сейчас мы включаем. Сейчас мы включим. Здравствуйте. Ну, это рядом камера. Вот видите? Видите? Потому что рядом. Раз, два, три. Здравствуйте. Здравствуйте. Все и здесь слышно. Все работает. Это потому, что рядом все находится. Вот так вот. Сейчас можно проверить чуть подальше, если ее поставить. У меня, наверное, было видно. Да. А у ней подсветка. Инфракрасная. Включилась. Раз, два. Вот слышно там. Я слышу. Сейчас это включу. Так, и схожу. Смотрите. Все, приходит оповещание. Все, заходим. Удержим. И говорим. Вот, смотрите, там что. Так. Трубка повешена. Ну, все работает. Самое главное. Заходим в приложение. Раз, два, три. Там хорошо я слышу. Очень отлично. Ну, все. Вот так вот работает. Немножко, конечно, надо помучиться. С первого раза не получится. Ну, все, друзья. Показал вам обзор вот этого видеозвонка. Очень хороший. Мне понравился. Ну, конечно, подключается не с первого раза. Надо немножко помучиться. Это как всегда у нас. Ой. Он даже вот без этой работает, друзья. Даже ее не надо вставлять. Вот я нажал. Видите? Я думал, вот выключу вот эту, ну, чтобы дома, который слушать дома. Я думаю, ее вытащу. Он не будет работать. А он, оказывается, я нажал. Тут же приходит оповещение. Друзья, это хорошо. Знаете, кому? У кого далеко ворота, как у нас павильон далеко, вот его хорошо поставить. Все будет видно. Можете сказать, поговорить. И вы будете видеть, кто пришел. Обычно у нас как-то телефон же. Обычно в кармане там. Даже вот в огороде, если в огороде-то далеко у кого-то. Тут же кто-то пришел. Все. Вот. Пять секунд. Все. Вот он. Все. Очень удобно. Вещь маленькая, аккуратненькая. Раньше такие были экраны там все. Даже вот можно у кого-то есть. Смотрите. Где-то сделать такое место. Вот поставить вот эту розетку, чтобы звук был сильный, да? Кому-то поставить. И рядом какой-нибудь старенький. Вот у меня-то есть старый смартфон. Тоже вместе. Зарядники этот тоже. Все. Будет это быть сильный звук. А смартфон будет у вас за место экрана. Все. Вот будет стоять у вас там. Позвонили вам. Все. Подошли. На экранчике поговорили. Мне кажется, очень удобно. Не надо там мониторы, какие-то много денег тратить. Хороший видеоглазок, наверное, и больше стоит. Я просто не уникал. Я искал дешевенькие. Такой бюджетный вариант. Ну, все. На этом мое видео подходит к концу. Покажу потом, как я его буду крепить. Конечно, его надо защитить. Здесь еще, я тебе говорю, вам еще карта памяти. Вот что, наверное, я сейчас тут наснимал. Все там можно посмотреть. Сейчас я потом посмотрю на ноутбуке. Ставлю, вытащу ее и посмотрю. И надо еще открыть, посмотреть. Потом я вам скажу, какой стоит аккумулятор. Ну, правда, здесь его можно заряжать. Снять, зарядить там какое-то время. И все. Ну, говорят, что его хватает очень надолго. Там чуть ли не на полтора года. Ну, все, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.